Гетфан на связи Палундра. Слухи о сногсшибательных скидках в персональных предложениях ходят давно, но за последнее время участились случаи вылета полной халявы. Как говорят разработчики, персональное предложение со 100% скидкой это не баг, и чисто теоретически такое предложение может прийти абсолютно к каждому. Однако точные критерии и условия для получения предложения я раздобыть, увы, не смог. Зато в сети отзывов о получении плюшки много, и если верить им, то вероятность выпадения такого подарка есть, если вы давненько не играли в кораблики. Вериться в это легко, ведь акции с возвращением игроков, которые есть во всех онлайновых играх, еще никто не отменял. Потому если вы уже недельку-другую не запускали игру, попробуйте это сделать сейчас. Сыграйте бой, и ждите халявы. Пишите в комментариях о результатах, а я тем временем продолжу. Помните, планы о борьбе с торпедным супом, которые вот-вот возможно воплотятся в жизнь? На форуме Сабак Тавиан рассказал, что нерфить японские эсминцы не планируется, потому как их дамаг и бенрейт на уровне и так не шибко высокий. В планах есть изменения ТТХ некоторых японских торпед, а также дать возможность новые модели торпед, которые позволят наносить высокий урон, но при этом играть более агрессивно и интересно. При условии, что японские эсминцы считают лишены ГК, лично мне сложно поверить, что без нерфа длинных торпед серьезная доля игроков поменяют безопасный рандом на опасный нагиб. В конце концов, для этого уже есть американские эсминцы. В общем, пока разработчики говорят, что ограничение через балансировщик — это костыльный способ, лично я как игрок лучшего решения просто не вижу. Кстати, из интересного в том же ответе проскользнуло то, что разработчики в принципе не видят в концепте Pay to Win ничего позорного, потому нерфить премы, которые в этот концепт случайно попали, не будут. Гораздо правильнее по отношению к игрокам, уже купившим эти кораблики, просто вывести имбу из продажи, чем продолжать зарабатывать на ней. С одной стороны сложно не согласиться с такой позицией. Однако, если я верно помню официальный вектор компании, который, если я не путаю, озвучил 100-500 тысяч лет назад в одном из танковых роликов серб, звучит так — Free to Win. Помните? Там еще про единую голду шла речь. Ну и коль начали про планы, то стоит отметить то, что есть планы по ужесточению наказаний для розовых боевых товарищей и уменьшение фактического вреда от них путем полного выключения урона по союзникам от них. Ну и напоследок. Вы же помните, если эксперимент с раздачей халяв в родственных проектах пройдет успешно, то мы за игру в корабликах тоже чего-нибудь дополучим. Так вот, Вальтер проговорился, что ПК есть планы наградить игроков суммарно имеющих во всех видах боях 3-6 тысяч каток. Все было бы ничего, если бы в эти критерии записалось много хороших игроков. Однако, увы, для того, чтобы понять, кому планируется поощрение, не нужно быть великим сыщиком. Вот они. Хотели бы вы, чтобы эти игроки были в вашей команде, причем все и сразу? Я бы нет. И думаю, поощрять их за это будет лишним. Потому лично я надеюсь, что первоначальные планы будут скорректированы с учетом мнений игроков. И тогда возможный пожар от раздачи халяв будет намного, намного меньше. Ну и на этом новости кончились. Удачного вам рабочего дня. До связи. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день заскучать не получится.